Утка по-японски Утки в пруду крякают, издают звук кря-кря. Утки в пруду крякают, издают звук кря-кря. Далее кян-кян, это тоже звук, который издают собаки. В основном маленькие собачки, щеночки. Кян-кян. Кян-кян это тявкать. Ко-ину-га кян-кян най-ты-иру. Ко-ину-га кян-кян най-ты-иру. Щенок тявкает. Следующий звук тоже собака издаёт кун-кун. Кун-кун. Кун-кун обозначает скулить, ну как бы стонать что ли. Кун-кун. Например, Кун-кун най-ты-э-са-о-мура-о-то-с-ти-иру. Собака скулит и ждёт, пока ей дадут корм. То есть собирается кушать. Скулит, выпрашивает. В нетерпении уже, в ожидании. Пока она покушает. И ещё два звука. Первый звук это У. У это унаригое. Унаригое это стон, рёв, виск. Унаригое. И ещё один звук. У-о. У-о-о. Протяжный такой. У-о. У-о это то-бо-е. Что значит вой, далёкий лай. Далее у нас корова. У-си. У-си. Корова. Корова по-японски говорит почти так же, как и в русском языке. Только у нас му, а у них мо. Мо или мо-мо. У-си-ва-аса-мо-то-наку. У-си-ва-аса-мо-то-наку. Корова утром мычит. Му. Далее у нас заяц, кролик. По-японски у-саги. У-саги. Мы будем передавать звук, который на русский можно перевести как прыг-скок. Прыг-скок. По-японски пён-пён. Пён-пён. У-саги га пён-пён то ханерю. У-саги га пён-пён то ханерю. Заяц прыгает. Прыг-скок. Далее у нас лошадь. Ма. Ма. Следует отметить, что первый звук мы почти не произносим в слове у-ма. А произносить будем так. Ма. Ма. Почти не произносится. Первый звук, который издаёт лошадь, это стук копыт. Цок-цок. Пока-пока по-японски. Пока-пока. Ма. Пока-пока то я ты кита. Ма. Пока-пока то я ты кита. Лошадь подошла, цокая копытами. Следующий звук лошадиный. Хихин. Хихин. Хихин это ржать. На русский переведём как игу-го. Ма. Хихин то наку то зен сокурёку де хасири сатта. Ма. Хихин то наку то зен сокурёку де хасири сатта. Лошадь заржала и унеслась со всей скоростью. И ещё один глагол, просто глагол инанаку. Инанаку ржать о лошади. Инанаку. Теперь лягушка. Каэру. Каэру. Лягушка. Лягушка по-русски делает ква-ква, а по-японски керо-керо или геро-геро. Каэру. Керо-керо или геро-геро. Каэру га керо-керо то наи-те-иру. Каэру га керо-керо то наи-те-иру. Лягушка квакает. Кукушка по-японски ка-коу. Ка-коу. И звук она издаёт точно таким же словом, как и сама кукушка будет по-японски. То есть кукушка ка-коу. И звук, который она издаёт, тоже будет ка-коу. Ка-коу. Ка-коу-то соно-то-ри-ва-на-и-та. Эта птица издавала звук ку-ку. Теперь ворона. Карасы. Карасы. Звук, который издаёт ворона в японском языке, похож на звук вороны в русском. В русском кар-кар, а в японском ка-ка. Ка-каа. Аса карасы-га ка-каа-то урусаку-наку-но-га кикоэта. Утром услышал, как громко каркала ворона. Или утром слышалось, как громко каркает ворона. Теперь сверчок. Сверчок по-японски ка-коу-ро-ги. Сверчок по-японски издаёт звук рин-рин. Ка-коу-ро-ги-га рин-рин-то най-те-иру. Сверчок сверчит. Далее обезьяна. Далее обезьяна. Сару. Сару. Обезьяна. Обезьяна по-японски издаёт звук ки-ки. Ки-ки. Или у-к-ки-ки. У-к-ки-ки. О-сару-сан-га банана-га хо-сик-те у-к-ки-ки-то о-недарисур. О-сару-сан-га банана-га хо-сик-те у-к-ки-ки-то о-недарисур. Обезьяны хотят бананы и выпрашивают их, издавая характерные для обезьян звуки. Потому что я не могу, например, вспомнить, какой звук издаёт обезьяна в русском языке. Может кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Дальше слон. Слон по-японски дзо-о. Дзо-о. Звук, который издаёт слон. Слон трубит по-японски. Па-он. Па-он. Дзо-га па-он-то на-ку. Дзо-га па-он-то на-ку. Слон трубит. А птички тори. Тори, птицы. В основном это маленькие птички. По-японски будут говорить так. Чун-тюн. Чун-тюн. Чун-тюн-наку. Чун-тюн-наку. Чирикать. Далее у нас красивый, красочный петух. Петух по-японски он-дори. Он-дори, петух. Петух по-японски издаёт звук КОКЕ-КОКО. КОКЕ-КОКО. Чем-то похоже на наше кукарику. КОКЕ-КОКО. Аса толку-но-хоу де он-дори га КОКЕ-КОКО-то на-ку. Аса толку-но-хоу де он-дори га КОКЕ-КОКО-то на-ку. Утром вдалеке слышится, как кричит петух. КУКА-РИКУ. А вот КУРИЦА по-японски МЕН-ДОРИ. МЕН-ДОРИ. КУРИЦА издаёт звук КОККО. КОККО. Или КУ-КУ. КУ-КУ. КОККО-КО на наш язык, если перевести. МЕН-ДОРИ-ВА КОККО-то на-ки-на-гара э-са-о-цу-цу-те-иру. МЕН-ДОРИ-ВА КОККО-то на-ки-на-гара э-са-о-цу-цу-те-иру. КУРИЦА клюёт корм, издавая звук КОКО-КО. И ещё один звук, который издаёт курица КУА-КУА. КУА-КУА. Очень похож на звук, который в русском языке издаёт лягушка. КУА-КУА. На русский КУА-КУА переводится как КУДАХТАТЬ. Например, МЕН-ДОРИ-ВА ТАМАГОО УМУТО ХОКОРАСИГЕНИ КУА-КУА-ТО НА-ИТА. МЕН-ДОРИ-ВА ТАМАГО УМУТО ХОКОРАСИГЕНИ КУА-КУА-ТО НА-ИТА. Курица снесла яйцо и гордо КУДАХТАЛА. Далее КОШКА. КОШКА по-японски НЕКО. Звуки, которые издаёт КОШКА в японском языке, сходны со звуками, которые в русском языке издаёт КОШКА. У нас МЯУ, а вот у них первый вариант НЯА, второй вариант НЯА-НЯА, третий вариант НЯАН, и четвёртый НЯАО. НЕКОГА СОТОДЕ НЯА-НЯА НАЙТЕ ИРУ. НЕКОГА СОТОДЕ НЯА-НЯА НАЙТЕ ИРУ. КОТ МЯУКАЕТ НА УЛИЦЕ. И второй звук, который издаёт КОШКА ГОРО-ГОРО. Звук, который КОТ издаёт ГОРЛАМ. То есть МУРЧИТ, МУРЛЫЙКАЕТ. ГОРО-ГОРО. НЕКОГА ГОРО-ГОРО НОДОО НАРАСЕТЕ ИРУ КАРАДА ТОВА КАГИРА НАЙ. НЕКОГА ГОРО-ГОРО НОДОО НАРАСЕТЕ ИРУ КАРАДА ТОВА КАГИРА НАЙ. Если КОТ МУРЛЫЧИТ, то это ещё не означает, что он доволен. И ещё один звук. ФУ или ША. ФУ или ША. Это так коты шипят по-японски. Теперь МЫШКА. МЫШЬ по-японски НЕДЗУМИ. А звук, который она издаёт ЧЮ-ЧЮ. ЧЮ-ЧЮ. КОНО МОЧАНО НЕДЗУМИ ВА КАО НОБАСТО ЧЮ-ЧЮ НАКУ. КОНО МОЧАНО НЕДЗУМИ ВА КАО НОБАСТО ЧЮ-ЧЮ НАКУ. Если потянуть за нос этой игрушечной мышки, то она будет пищать. ЧЮ-ЧЮ. Пищать. А пчела по-японски ХАЧИ. ХАЧИ. БУН или БУНБУН. Такие звуки издаёт пчела. БУН или БУНБУН. ХАЧИ ГА СУНОМАВАРИ ДЕ БУНБУН ТОНДЕ ИРУ. ХАЧИ ГА СУНОМАВАРИ ДЕ БУНБУН ТОНДЕ ИРУ. ПЧЕЛА ЛЕТАЕТ ВОКРУГ УЛЬЯ И ЖУЖЖИТ. З. ДЕПЕРЬ ГОЛУБЬ. ГОЛУБЬ. ГОЛУБЬ по-японски ХАТО. ХАТО. А звуки, которые он издает, такие. Ку или ку-ку, ку-ру-ку или по-по. Еще раз. Ку, ку-ку, ку-ру-ку или по-по. Дальше цыпленок. Цыпленок по-японски хи-йоко. Хи-йоко. Цыпленок по-японски пищит. Пи-йо-пи-йо. У нас пи-пи-пи, а у них пи-йо-пи-йо. У японцев пи-йо-пи-йо. Хи-йоко-ка хаку-но-нака-де пи-йо-пи-йо-на-э-те-иру. Хи-йоко-ка хаку-но-нака-де пи-йо-пи-йо-на-э-те-иру. Цыплята пищат в коробке. Дальше сава. Сава по-японски фу-ку-ро-о. Фу-ку-ро-о. Сава издает такие звуки. Хо-хо-о или хо-о. Хо-хо-о или хо-о. Мори-де фу-ку-ро-о-га хо-хо-о-то най-те-иру. Мори-де фу-ку-ро-о-га хо-хо-хо-то най-те-иру. В лесу укает сова. Бута – это свинья по-японски. Бута – свинья-поросёнок. Бу-бу. Бу-бу. Так хрюкает свинья по-японски. Кобута-ва бу-бу-то итта. Кобута-ва бу-бу-то итта. Поросёнок прохрюкал. Захрюкал. А теперь яги или хицу-джи. Яги – это коза, а хицу-джи – овца. Яги или хицу-джи по-японски издают звуки мэ-мэ или мэ. Мэ-мэ или мэ. Теперь змея. Хэби. Хэби – змея. Змея издаёт такие звуки. Щу-ру-ру. Щу. И щу – обрывистая щу. Щу-ру-ру. Длинная щу. И обрывистая щу. Кусамура-кара хэби-га щу-ру-ру-ру-то као-о-даши-та. Кусамура-кара хэби-га щу-ру-ру-ру-то као-о-даши-та. Змея, шипя, показала голову из зарослей. Дальше лев. Лев – район. Район. Лев рычит. Гао-о. Гао-о. Это львиный рёв. Гао-о. Район-га – гао-то. И как сур. Район-га – гао-то. И как сур. Лев угрожающе рычит. И последнее животное на сегодня – это осёл. Осёл по-японски роба. Роба. Осёл издаёт звук хихо-о. Хихо-о. Пример. Роба-но накигоэ-ва хихо-о то и та ото-ни кикоэ-ру. Роба-но накигоэ-ва хихо-о то и та ото-ни кикоэ-ру. Звук, который издаёт осёл, слышится как хихо-о. Как вы заметили, звуки, которые издают животные, записываются катаканы. Кстати, и названия самих животных тоже очень часто записывают катаканы. Даже если для них есть свой специальный иероглиф. А на этом сегодня всё. Я надеюсь, что в этом видео вы узнали хоть что-то новенькое для себя. Подписывайтесь на мой канал. Давайте учить японский вместе. Тяне! Субтитры сделал DimaTorzok